понедельник день тяжелый я уже прям с 8 утра кручусь только вот переоделся сейчас уже почти три часа катался за запчастями то есть половина дня запчастей половина здесь турбо еще не прикручена я просто его прикинул и вот тут такая дилемма как всегда бывает у механиков там типа что раньше яйцо или курицы и и это надо и это надо вроде и с пампу тяжело под с пайпу тяжело подгонять вот эти хомутики надо закручивать и хорошо ее надо совместить с турбиной и если не получится том короче ну скорее всего турбина должна быть изначально притянутым потом уже потом я думаю масляная колпачок от турбины но лучше провести и потом только с пайпа уже порядок обозначил здесь значит сейчас турбина сниму и чтобы тут было более-менее удобно пайпу кину но и ее нигде нету я тут кстати совершил одну махинацию с ней сейчас расскажу пополам ее короче буду эту резать и этот конец подгонять этот а посередине шланг короче об этом все тоже будет показано что еще вот эти надо подтянуть а то я их ослабил чтобы крутилась далее план работы что у нас по плану работы завтра должна прийти вот эта большая гайка возвратная тема для для ойла короче с турбины и он такой гибкий шланг он будет вот так виться короче я думаю что он получше будет работать так что сейчас турбину скидываю она даже не прикручена просто прикинуто нам тут все подтянута болтики купил вот сюда тоже чтобы соединить шланги ну я думаю все и можно уже воду заливать антифриз купил короче кларк пауэра вот это ну все покажу трубу эту трубу я купил у дилерам по вин номеру 97 года трака у меня 2007 у меня уже с иди арома это при и дир труба вместо и джор кулера самовара что с ней не так она примерно вот настолько выдается вот то есть она должна быть более изогнута и как бы более длинна план короче пилить ее пополам и середину еще один вот такой ну то есть манжета в середине три манжеты будет одна здесь одна здесь и вот и одна посредине короче в кларк пауэре точно такая же труба стоит на 100 долларов дешевле чем у дилера так что этого буду резать а дилеру верну точно такую же но может быть вот с этим номером вин номером коры но этим штрихом потому что это уже как бы потертое чуть-чуть и и тут прислонял ту верну дилеру и будет мне 100 долларов в плюсе потом вот этим хомутики за такие за 4 таких но не так это флит прайдовский за 6 таких я отдал там по 15 долларов за каждый 95 примерно а вот такие нет это не они но есть еще другие дам то есть которые дилерские они намного дороже они по 25 за штуку то есть четыре дилерских я верну а вот эти шесть то есть на каждую манжету по два хомута пойдет по два клемпа всем короче дилеру все у него все дорого я не знаю уже потерял но забыл что надо сначала в альтернативных магазинах покупать запчасти а потом только в таких короче так так нашинкую трубу дилеру вернул новую если не примет то верну в кларк пауэра я сдам вот это должна быть гибкая как от душа блестящая труба а то я не хочу обратно ставить она трудная так что сейчас буду распилом заниматься и чем еще думаю лучше в тисках и и зажать до будет оптимальным ровно пополам думаю антифриз купил тоже во флит прайде 13 канистрного 13 галлонов в каждой коробке по три дэв сегодня купил за и залил в пример два с половиной галлона все сразу лампочка погасла все пока вообще легко за заправляется и всем в канистру налил воды из-под него и буду ее заливать в радиатор промывать вместе с моющим средством 13 галлонов это примерно 50 литров где-то 13 умножить на 478 все буду заниматься тогда работой важная информация выпуклость должна идти к турбине канавка должна идти к манифолду это же я на манифол повешу сверху турбину у меня пацаны вместо перекуров отчета проделанной работе вот такого франкенштейна гусеницу я собрал еще надо вот столько насадить чуть этот коротковато чем больше запаса тем лучше он истыкан клэмпами вот отсюда 6 клэмпов 4 уже стоит сейчас вот это натащу и будет получше а так вообще такая вот красота творится короче сначала но правильно было вот этот конец совместить плотную и этот конец а я вначале так не сделал потом пришлось подлаживаться ложится на асфальт два раза короче и вот сейчас уже это второй вариант и как говорится если второй раз это делать то будет уже быстрее готовый продукт из шести клэмпов дает разные изгибы короче когда устанавливать все шесть сразу надо нацепить это раз сейчас я через трубу их прям нагибал это плохо потом надо начать начинать с концов этот конец совместил ровно и надо брать нерезанный чтобы здесь были тут нерезанный и там нерезанный когда они резаны они лучше ну-ка приближение будет со светом работать до работает классно чё надеюсь будет держать все можно заливать воду сейчас снизу еще подкручу хомутик чтобы он ну там где сливал короче все сегодня солью сейчас самое трудное здесь совместить с пайпу его сюда воткну ну вот на выхлоп выхлопную и с турбиной короче и все так еще нужно 6 гаечек найти и вот вот это уже установила она вот вот так пойдет на этот на турбину маслоподача турбины и слив турбины дал допустим будет завтра короче тут одни клэмпы только 90 доллар ну сотку стоит может по любому сотку я шоке на лучше бы я реально сварил его да что-то подгонять отрезать это вообще не моё пацаны это реально не мою то ли дело ну с пайпа должна пойти все нормально вот так то есть сейчас я чё вешаю турбину масло слив масло слив после турбины а короче сегодня тогда турбина не вишь ну можно это подтянуть клэмпы а можно совместить потом снять турбину затянуть вот эти два волшебных болта у ком инженерная смекалка работает вот эти два болта затянуть из пайпу и уже после этого турбину повесить и так худо-бедно совместить потому что тут есть игра у нее у этой у гофры вот этой железной она вверх-вниз спокойно идет так что я думаю офигенно самое главное это вот эту длину для много все сегодня наверно поставлю с пайпу залью воду масло слива нету ну можно статный масло слив поставить но он короче этом удерганный весь туда завтра и завтра уже масло слив а а сегодня можно поставить и притянуть турбину масло слив уже наверно можно потом после когда уже турбина висит вот надо подумать дошел уже сейчас до такого состояния что уже продуктивность низкая ковыряюсь и там вот допустим любой мелкий болтик куда-то подтянуть затянуть уже тяжело вот сейчас вот эту натягивал но тут уже как-то самопал посмотреть как там будет что еще остается турбину подогнать снизу надо закрутить шланг может сейчас закрутить да вообще ничего не хочу скажу но вот этот квадратный шланг засказать масло съемный масло подачи oil feed подтянуть затянуть в турбину повесить такие дела что еще турбину совместить и уже масло слив уже по моему пришел и поставить масло сли все то есть раз два три ну так короче весь день и все можно заводить я в шоке но хорошо значит завтра будет больше движухи обнялся 30 января в шоке вторник сегодня январский ремонт продолжается и подходит к логическому завершению масло слив и вот у нас здесь что а это у нас штатный масло слив значит этим концом а вот чем не нравится в нем но он изогнется соответственно так сюда пойдет гаскет он у меня есть сейчас первым делом открываем турбу так и не нашел эти четыре гаечки которые турбу держат они такие фирменные от от пей ай антифриз готов но еще рано но в общем вот тут мне нравится что у нас совмещенная и фиксированный такой мощный шланг этого про это просто бесценная вам так опа ну-ка сейчас гаечку сверим так вот это уже не очень хорошо потом потому что посмотрите какая резьба у этого и у этого и как это теперь сделать подскажите мне на будем думать здесь довольно просто вот это малюха уже висит более менее закрепил так на старые вещи скобу вот эту прикрутил тоже теперь нужно ее вот сюда закрепить еще уж не помню как как и что здесь крепится хотя я вчера скриншоты сделал со старых видео то есть это вот так должно пойти как то так тут уже турбина ну и вот этого с пайпа надо сделать а вот с масло сливом будем думать это пока всем фронт работы на ближайшие пару часов так и вы путинги олтюб ставим старую трубу пока потому что можно было отрезать новую и туда воткнуть так пусть пока будет старая вот она посмотрим вообще потом может поменяю турбину притянул там четыре гайки на 12 было такие дела и все можно заводить практически вы уже виски урли урли нет 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 я не стоит я его открытия и сейчас когда буду тянуть эту гайку вот эту главное не переборщить но не трогать линию чтобы она не гуляла в стороны great success great progress turbo висит сланг стоит трубочка стоит по дрейну маслом гайка подтянута пока воду нельзя заливать чтоб тут затвердела немножко между турбины и вот и сливным железным железной трубочкой единственного здесь немножко угол какой-то несуразный вот этого колена это его водные трубочки он прям касается этого пайпа и я сейчас посмотрел на старых фотках как там было к 100 вот тут надо его может быть чуть-чуть провернуть в сторону но сейчас даже если его провернешь он ничего не даст я думаю когда там уже все затянуто перетянуто будем думать само вот это колено 90 градусов так не туда не туда вот сюда чуть-чуть его надо развернуть против часовой стрелки и тогда вот эта черная трубка не будет касаться выхлопной трубы но сейчас уже его ничего не попишешь вот никогда не знаешь при установке как она была небольшое касание есть и вот в этом месте еще есть касание самое главное в шоке она продыряют же его короче надо его что-то делать с ними в шоке были на все системы настроены здесь тоже шланги выровнялись я еще подтянул вот эти золотистые гайки на концах шланга вот эти две и все они сразу немножко сместились но конечно клемпы эти так себе понты которые я навтыкал но зато есть дистанция вот это надеюсь ну как чуть проеду будет видно касается это скоба или ник не касается так дальше покажу что здесь оказывается это легко делается без проблем довольно таки по когда тут нету фильтра когда нету скрина просто раз чик и все и готово и меняется из пайпа также вот тут желательно не перетягивать это она опять порвется здесь вот гаечки видны и короче другие штатные спите спия я потерял вот эти дилерские поставил остальные 4 но вернее шайбы буду сдавать обратно на каждая шпилечка вот эта turbo 20 долларов стоит херить блин конченый дилер так ладно думаю можно воду залить скайлер сказал воду не заливай пока я думаю а чё бы не залить ну заводить не буду само собой а так вроде все ничего не забыл подтянул снизу шланг закрыл сейчас скрин хитер вот сюда поставлю потом сверху фильтр и все можно заводить что льва но он сказал подожди вот этот масло слив пока он прикипит вот здесь ну ка я вам покажу или не покажу наверное не покажу блин а вот туда масло слив черная труба вставляется там на герметике стоит сидит и на двух резиночках которые я сегодня потерял кстати мне позвонила тетя с магазина горит а ты не забыл я говорю опа у меня пустой мешок точно забыл прям на хайвей остановился так эту сказочку я вам рассказал фильтра масляные пустые сейчас буду тогда заливать чем и параллельно скрин хитер повешу тот же день 30 января пацаны и вот у меня тут дома переносной переездной верстак опа чё там свет погас откуда погас вот так взял галлоны сейчас буду набирать вода я уже галлонов 9 наверное залил сейчас там пена шла короче я заливал вот эту тему как я уже сказал или не сказал не знаю сейчас взял с брал с собой хит шилл защиту от теплоты сейчас на ночь глядя поработал болгар очка здесь здесь штат нашли вот такая гайка сваренная прямо сейчас я во-первых грайндером срезал во вторых высверлил короче чтобы там так неудобно ну вот тут на 2 у меня держалась на двух болтах и тут на двух болтах короче высверлил чтобы просто болт и гайка была не вкручивать туда короче там доступ плохой рука не лезет короче и в итоге тратишь на установку его час так что вот такой апдейт это он у меня не родной я его брал пару лет несколько лет назад он уже отходит он висит над турбиной отражатель теплоты он такой на некоторые турбину а оборачивают в этот в такую кокон это все что хотел вам показать кучу тут же тут же антифриз все по-старому антифриз пока не залил завтра заведу подсоединю клеммы снова вернее установлю heat shield установлю воздушный фильтр это слабые сверла короче после установки воздушного фильтра я уже подсоединю клеммы и можно будет заводить вот это скорее всего пойдет на сдачу 90 долларов она стоит масло возврат мне сегодня посоветовали его у конца вот здесь отрезать и просто на но подсоединить к старому там же была больше гайка ну короче я не стал скайлер мне помог его подкрутить и все видели что я рассказываю так это у меня nz будет запчасть и надо будет еще воды набрать вот в эти галлончики на всякий случай все все замечательно тогда завтра будем заводить ну вот ребятки среда 31 января новый день залил около 10 галлонов это 38 литров воды ну вчера вечером заливал и сегодня я где-то вот столько залил где-то галлона полтора еще литров 5 залил она за ночь немножко ушло там куда-то размазалась это раз во вторых установил наконец этот heat shield щит от теплоты жара прочь ну как сказать жара отражающий щит щит да вот эти новые гайки сейчас купил в автозоне 10 и 9 эти они вот lock washers lock nuts они это закрыва ну то есть сами не раскручивающего сети по ну блин все равно и минут 30 ушло на 4 гайки на 1 вот эти две нормально а те блин не залезешь и все я не знаю то ли я такой не ловкий или чем ну конечно если хорошо удлинитель и гайка верт вот сюда и туда вот рука не лезет и все под турбину это вот философия механики это каждый механик сделает по-своему сначала вот я попробовал сначала воротком потом таким потом два рожковых на 13 с рача там короче который проскальзывающий ключ как это по-русски этот сейчас буду воздушный фильтр сейчас поставлю и подтянуть надо под кабиной трубу залил полностью воду здесь тоже все повесил фильтр трубу снизу закрутил тоже сейчас батарейки кину и буду заводить сегодня среда ровно три недели назад по моему если не изменяет память я начал это эту движуху да не хиленько это хотел я от дождя закрываться дождь так и не пошел компрессор покрасил сейчас короче все что вижу крашу уровень масла проверил все нормально здесь все прикручено и блестит сейчас и попробуем собственно фильтр вот это тоже локоть поменял местами тут отрезанный я помню как я его резал сейчас прямой стороной сюда поставил чтобы дыхать дышала нормально вот это было трудно я что-то там от пилил открутил вот эту тему вот эти болты думал что будут трубу что-то двигать а окажется все нормально обошлось все ванна кидаю клеммы ключ на старт я а а а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Так батареи не разрядились... Потому что отключены были... Так, чек-энжен не горит... 13,7 вольт... Миллион четыреста тридцать шесть шестьсот три четыре после ремонта... Ну все, дадим ему прокоптиться немножко... И посмотрим... Года не бежит, все нормально... Надо еще будет протестировать желтую линию... Ну, качает он, как всегда, медленно... Довольно медленно, потому что... На электрическом траке, я помню, загружал его... Он раз, махом качнул... Вот так... Надо будет тут... А, желтенькую, да, которую я заделал... Лечь под трак, посмотреть... Воздух оттуда не идет... Так... Вентилятор отключился... Пойду масляные фильтры гляну... И... Вода нигде, чтобы не текла... Турбину потрогал, она уже тепленькая... Так что, нормально... А я, тем временем, нарезаю круги по парковке... Чтобы хорошенько прокипятить систему... Уже температура... Около 180... Может, чуть больше даже... Ничего, работает нормально... Пока... Сейчас надо... Посмотреть... Ну, уже потом, завтра, как остынет... И все дела... Антифриз-фильтр еще надо будет поменять... И залить уже антифриз туда... Тем временем, почти 200 фаренгейта уже... И... Сейчас можно будет уже сливать... И посмотреть... Какого цвета... Спасибо, короче... Вот... Последнее видео я смотрю... Где я там на фотке с турбиной, короче... Ну, на превьюхе... Нормально зашло... В тренд попало... Походу... Вот... Брутальный чувак с турбиной в руках... Нормально заходит... Так что... Всем огромное... Спасибо... Штука 400 просмотров... Уже сейчас... Вот это видео сейчас... Параллельно клепаю... Уже... 30 минут склепал... И сейчас вот это еще приклею... И как буду антифриз сливать и заливать... Тоже приклею... Так что... Продолжаем работать... Спасибо... Лайк обязательно... И комментик тоже... Субтитры сделал DimaTorzok